Антонина Ширяева живет здесь уже почти 70 лет. Вспоминает былое изобилие. Раньше воду черпали из колодцев. Кроме того, неподалеку было три озера. Несколько лет назад они пересохли, как и колодцы. Жителям приходилось экономить буквально каждую каплю. Постираешь этой водой и полы моешь, которые полоскаешь. Воды нет. Где взять ее? Уже лишний раз полы не вымышь. Воду в поселок привозили бойлерами раз в неделю. Теперь, чтобы вымыть в доме полы, встретить гостей, попарить их в баньке да напоить горячим чаем, совсем не обязательно запасаться водой на неделю вперед. Достаточно просто взять ведро и прогуляться до водяной колонки. Скважина в поселке была. Ее вырыли еще в 2010 году. Оставалось лишь проложить трубы и установить колонки. Но все работы замерли еще 4 года назад. Жители забрасали инстанции с жалобами. В итоге в ситуацию вмешался глава администрации Самары. Олег Фурсов лично следил за тем, когда в Ясную Поляну наконец придет цивилизация. В настоящий момент водовод длиной 650 метров практически достроен. Срок сдачи объекта 31 сентября. Этой осенью в поселке появятся еще две колонки и два пожарных гидранта. А жители до сих пор не могут поверить, что многолетняя засуха осталась позади. Рада да без памяти, что вода будет. Стирать я уже вот начала стирать. У меня вода уже все. Хоть до колонки два дома. Я говорю, хоть на тот конец. Но вода в поселке есть. Павел Баймаков, Константин Головин. События.